Тема, на самом деле, моя будет называться «Не будь побежден злом». Мы поговорим сегодня о очень важной вещи, на мой взгляд, которые имеют значение в нашей стране сегодня, тем более она и всегда имела значение в любой стране. Мы сегодня поговорим о том, какое значение имеет в нашей жизни или вообще можем ли мы с вами быть носителями зла, реагировать как-то на окружающие вещи через это. И я хочу начать с того, что сегодня очень много говорят о духовном противостоянии, духовной победе. Сегодня много уже об эту тему сточилось языков, если так говоря образно. Люди сегодня много теорий на эту тему нафантазировали, начиная от каких-то духоманских фэнтези, духовных браний, где там они, закрывая глаза, в молитве машут духовными мечами и так далее, заканчивая, не знаю, может, какими-то теориями на эту тему, заговоров, что ли, и так далее. Где там кто на своем месте, не на своем месте, в глобальном плане, в каких-то там цепочках, связях и так далее. Я хочу, чтобы мы посмотрели на это гораздо проще сегодня с практической точки зрения, потому что все эти заоблачные космические теории, если они не применимы к моей реальной жизни, они ко мне не интересны, во-первых, во-вторых, они не имеют значения для меня. То есть я, конечно, рад узнать, что я где-то в глобальном божьем плане, там какой-нибудь молитвенный ходатай воин, где-нибудь там в 101-й армии на передовой, где-нибудь сбоку на фланге, воюя с демоническими полчищами, там, но я хочу понимать в своей реальной практической христианской жизни, что это означает для меня. И вот я хочу, чтобы мы понимали, друзья, с вами, ну, некоторый аспект этой темы «Не будь побежден злом». Послание к римлянам, 8 глава, 35 стиха, говорит, кто отлучит нас от Божьей любви? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляюсь на всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая-то тварь, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. И Слово Божье показывает здесь несколько вещей для нас. Первое – это то, что будут ситуации всегда направлены на то, чтобы отлучить нас от Бога. Но я дальше хочу углубиться в то, что не просто от Бога здесь говорится, потому что это некая абстракция – отлучить нас от Бога. И люди говорят, я с Богом, у меня с Богом в порядок и так далее. Это такие достаточно абстрактные вещи. Но смотрите, что здесь говорит Слово Божье, если быть точным? Что будут направлены ситуации, которые будут стараться нас отлучить. Но важно понимать, отлучить от чего? Это, во-первых, важно понимать. Написано «отлучить от любви Божьей». Это важный момент, к нему мы вернемся чуть позже. Но я хочу сразу акцент сделать на следующем. При этом, заметьте, в послании к римлянам Павел показывает ситуации настолько разные, что он тем самым как бы говорит нам, характер ситуации не важен. То есть не важно, в какой сфере в вашу жизнь придет борьба. Я хочу, чтобы мы еще раз увидели вот эти вот ситуации. Он говорит «скорбь» или «теснота», или «гонение», или «голод», или «нагота», или «опасность», или «меч». Заметьте, он перечисляет такие разные вещи. Конечно, когда мы быстро читаем, нам кажется, это достаточно одинаково. Но если внимательно посмотреть, то между голодом и между опасностью, или между мечом и теснотой, наготой и скорбью, есть разница. Что-то сопряжено с экономическими проблемами, что-то сопряжено с катаклизмами природными, что-то сопряжено с политической ситуацией. Разного рода ситуации могут приходить в жизнь христианина. То есть в вашу жизнь может приходить финансовые трудности, в вашу жизнь может приходить ненависть вашего соседа к вам, в вашу жизнь может приходить предательство со стороны ваших друзей, в вашу жизнь могут приходить разные ситуации, которые имеют всего лишь одну цель. И я хочу, чтобы мы сегодня очень ясно с вами осознали, что эта простая цель, она при всем разнообразии ситуаций сводится лишь к одному, но очень глобальному, очень важному аспекту – отлучить мое сердце, оторвать, слово «отлучить» – это отдалить, оторвать, сделать отдаленным от Божьей любви. И я хочу, чтобы высказать свое мнение на эту тему. Почему такая цель – отлучить от любви Божьей? По той причине, что с самого юного возраста, вот Рамис сегодня упомянул этот момент, в Адаме все умерли. Благодаря греху Адама в человеческую природу проникла не просто греховность, или не просто стала греховной природой, но она приобрела очертаемые формы, так же, как любовь. Мы знаем, что любовь – это не просто чувство, переживание, это некое действие, это состояние, это поступки, это выражение. Точно так же греховная природа, она имеет в себе очертаемые выражения. Это не просто абстракция, вот греховная природа. Так вот, в Адаме, и мы видим это прямо в самых первых страниц Библии, когда грех вошел через Адама, и произошло первое проявление того, что пришло в результате греховной природы. Каин убивает своего брата. Одно из первых проявлений. Это проявление зла, насилия, жестокости. И это не просто стало витать в воздухе, это пропитало человеческую природу. Поэтому, когда мы говорим о том, что Иисус сравнивается с вторым Адамом, в котором все оживут, и когда Библия говорит, новое творение во Христе Иисусе, происходит не просто передача нам информации. О, ребят, вы учите очень хорошо Евангелие, прочитайте Ветхий Завет, и вы будете хорошими христианами. Мы передали вам некую информацию, знание. Происходит передача или происходит преображение, происходит изменение природы. То есть, в первом Адаме все умерли, греховность пришла, и это стало проявляться в видимых формах зла, насилия, беззакония, жестокости. А во втором Адаме оживают для Христа, и природа внутренне изменяется, и сердце, внутренность человека наполняется любовью, которая тоже имеет видимые проявления – сострадание, милосердие, прощение, доброта и так далее. И здесь написано, нам не важно понимать ситуации. Или у вас просто финансовые трудности, или на вас кто-то восстал, или вас даже гонят за ваши убеждения или что-то еще. Эти ситуации будут направлены на то, чтобы отделить вас от любви Божьей во Христе Иисусе и вернуть вас в прежнее состояние. Отделить от Божьей любви во Христе Иисусе и снова наполнить ваше сердце вот этим дохристовым состоянием, которое выражается общим словом «зло». И мы детально в практических примерах будем касаться вот этого зла. Поэтому в этом плане нам очень четко и важно четко понимать, что такое духовная победа. Что такое «я победил духовно». То есть это не какие-то абстрактные фантазии, которые я себе придумал, что вчера я победил 10 демонов где-то в духовном мире, в своей молитве. Вопрос заключается, что в моем сердце. Если в моем сердце, когда опять очередной раз ваш сосед, который вас достает, пришел и звонит вам, дам в дверь и говорит, что вы, дети ваши шумят и бегают, внутри вас поднимается ярость, гнев. И вы, конечно, с христианским лицом вы даете этому соседу. Вы, хватит уже здесь нас доставать. Мы сейчас вызовем милицию. С вами разберутся. Это наша квартира. Мы имеем право. Как бы да, вы не сказали ругательных матных слов. Вы не ударили этого соседа. Вы сохранили вроде бы христианское лицо. Но здесь очень есть важный аспект. Очень часто приводят пример, что так Иисус взял бич и там хыщ-хыщ, разгонял, опрокидывал скамейки. Но здесь есть важный аспект. От какого внутреннего состояния, или, глубже сказать, от какого духа, от какого естества исходил мой ответ? То есть, если во мне закипел гнев, во мне закипела ярость, да, я могу себя оправдывать, что это праведный гнев, это праведная благородная ярость, но я должен четко отдавать себе отчет. Источник этого гнева и этой ярости. Если эта ситуация, направленная на меня, смогла отлучить меня от любви Божьей во Христе Иисусе. Но здесь Павел подчеркивает, потому что люди скажут, ну так я слабый человек. Любая такая ситуация. Потому он здесь утверждает, на мой взгляд. Он говорит, друзья, на земле любовь Божья настолько сильна, настолько он верен, если мы остаемся верны. Никакая ситуация, какая бы вам казалась бы самой тупиковой, какая бы вам казалась, я пару примеров сегодня в проповеди приведу, она не способна переиграть Бога. Она не способна выйти из-под Божьего контроля. Она не способна встать выше Бога и перестать подчиняться Богу. Итак, я первым аспектом хочу поговорить о том, что означает, что я победил или проиграл. Это очень важный вопрос. Что такое моя победа или мой проигрыш на таком глубоком уровне? То есть, как Павел перечислял разные примеры. И тут есть важные моменты определенные. Почему я остановился так детально на примере апостола Павла в римлянам? Люди часто говорят, я столько лет борюсь со своей проблемой, со своим гневом, своим страхом, отверженностью, похотью, что-то еще. Оно даст, большего ушло, но все равно оно как-то тянется, тянется, тянется. Наверное, Божья победа, которую он для меня запланировал, это есть такая вот постоянная борьба. И тут мы сразу находимся вместо оправдания. Мы говорим, ну, это жало вплоть, чтобы удручать меня. Друзья, я хочу, чтобы мы в этом плане были очень такими реалистами, были прагматичны. Победа – это всегда вопрос абсолютный. Это не вопрос относительный. Давайте представим, что идет во Вторая мировая война, и вдруг на каком-то моменте одна и вторая сторона говорят, все, остановились. И эти говорят, победили мы. Нет, победили мы. То есть победа – это не вопрос относительный. Победа – это вопрос, что одна сторона полностью превосходит, превзмогает другую. Неважно, как это остановилось, те сдались, как в шахматах. Король один остался, сдался ты на половине партии или что-то еще. Победа означает капитуляцию и проигрыш второй страны. В данном случае, если мы говорим о грешной природе, пока грешная природа продолжает иметь какой-то в моей жизни вес и влияние, я все равно не могу себя утешить и сказать, ну, я победитель во Христе. Халлелуя. Я победил во Христе. Это важный момент. На эту тему как раз послание к римлянам. Павел, опять же, в римлянам продолжает. 12 глава 17 стиха. «Никому не воздавайте злом за злом. Пеките себя добрым во всем перед всеми человеками. Пеките себя добрым перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные. Дайте место гневу Божьему. Ибо написано, мне отомщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоди, накорми его. Жаждет, напой его. Ибо делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголья. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Вот этот важный момент, аспект. Что означает, что я победил или я проиграл? Как вы понимаете уже из того момента, что мы читали в первом начале, что первозданная природа или вот эта греховная природа, которая заложена была в человеке, пришла от Адама, она несет в себе эти семена зла. И если я перестану искоренять их в своей жизни, я могу утешать себя, что я в победе, я там стою, я в Иисусе и так далее, но есть реальный плод моей жизни. Можно теорий духовных много на эту тему приводить, но практические Слово Божие говорит. Это вот еще раз с 17 стиха, смотрите. Это как раз практические советы. Заметьте, это не теория, это не какие-то духовные догматы или теория. Писание четко говорит, никому не воздавайте злом за зло. Почему? Мы чуть позже сейчас углубимся в это, но я хочу сразу понять, почему Павел в Римлянам так говорит. Не воздавайте злом за зло. Он касается этого фундаментального вопроса. Природы, на которой я стою. То есть во Христе Иисусе я новое творение, и моим фундаментом является любовь. Если я не укоренился, как Библия говорит, укорененный и утвержденный в любви. Если я не укоренился, я очень легко смогу позволить себе начать опираться на другой источник, начать опираться на ветхую природу. Кстати, об этом тоже много говорится. Живущая по плоти, ветхая природа. То есть я, опираясь на эту природу, начинаю решать вопрос привычным для меня в старом Адаме способом. То есть проливая невинную кровь, воздавая злом и так далее. Но он практически советует, если возможно, имейте мир со всеми. Не мстите за себя, дайте место Богу. Если враг к тебе пришел, смотри, что с ним можешь сделать. Жаждет на Паиеву. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Очень важный вопрос. Почему Бог установил этот принцип? Я хочу задать вам его. Да, красиво звучит, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Но у меня простой вопрос. Почему Бог установил это? Ведь по сути дела, если Каин убивает Авеля, и в следующий раз он бегит к следующему брату, то уже следующий Авель номер два, он может взять оружие, и уже тут кто кого? Тут уже, как говорится, чья правда победит. Кто сильнее, кто ловче, кто быстрее. Но давайте попытаемся понять. Я не знаю, получится у нас понять, но я верю, что получится. Почему Бог установил именно такой принцип? Для этого я открою 4 книгу царств, вместе с вами, 6 глава, с 14 стиха. Мы сначала 6 главу прочитаем, а потом еще немножко дальше, с 7 главы, сейчас 6 главы. Это история, я немножко предысторию, потому что я прочитаю только два эпизода, два отрывка. Это предыстория, когда царь сирийский, он решил, ну опять у них там царям этим все время не имется, и он решил захватить, ну как всегда пойти поскубать Израиль. И вот если мы с вами откроем, смотрите, 4 книга царств, 6 глава, с 14 стиха. «Послал туда коней, колесницы и много войска». Это была история уже, сейчас все открою еще одну. Смотрите, это была история, когда этот царь сирийский, он пытался, как сказать, он пытался захватить, ну или выполнить какие-то определенные операции свои там. Там, например, он посылает войска, а там или сириане залегли в засаду, а израильтянам уже известно. Это такая была в тот момент история, потому что пророк Елисей пересказывал от Бога планы сириан царю Израильскому. И сириане встревожились, а что происходит? Кто-то предатель среди нас или что-то еще. Но в этот момент кто-то говорит, да просто есть пророк, просто есть Елисей, который пересказывает. И вот я начинаю уже читать с того момента, когда царь сирийский прислал огромную армию захватить пророка Елисея. Это очень интересный момент. Послал туда, как я уже говорил, коней, колесницы, много войска, пришли ночью, окружили город. Поутру служитель Человека Божьего встал, вышел, вот войско вокруг города. Коней, колесницы, сказал ему слуга, увы, господин мой, что нам делать? Он сказал, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей, говоря, Господи, открой ему глаза, чтобы он видел. И открыл Господь глаза слуге, он увидел вся гора наполнена, конями, колесницами огненными, кругом Елисея. Когда пошли к нему сириане, Елисей помолился Господу, сказал, порази их слепотой. И он поразил слепотой по слову Елисей, сказал им Елисей, это не та дорога, не тот город, идите за мной, я вас провожу к тому человеку, которого вы ищете, и привел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал, Господи, откроем глаза, чтобы они видели. И открыл Господь глаза, увидели, что они в середине Самарии, и сказал царь израильский Елисей, увидев их, не избить ли их, отец мой? А он сказал, не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать? Предложи им хлеба, воды, пусть едят, пьют и пойдут к государю своему. Приготовил им большой обед, они ели, пили, отпустил, пошел к государю, и не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву. Я хочу вывести три вещи, три принципа из этой истории для нас в сфере того, или вопроса того, как знать, победил я или не победил, побеждаю я зло или не побеждаю. Во-первых, так как мы говорили уже в самом начале, зло приходит. Это важный момент. Полчища сириан так или иначе идут и ищут пророка Елисея. Почему? Потому что пророк Елисеям неудобен. И теперь я хочу, чтобы мы сделали такой анализ своей жизни. Когда в нашу жизнь приходят какие-то серьезные, может быть, трудности, испытания, моменты, когда мы стремимся свою жизнь привести перед Господом в порядок. Парадоксально, казалось бы, мы хотим сделать что-то в нашей жизни лучше, но приходят какие-то трудности в нашу жизнь. Почему? Потому что как только в нашей жизни свой голос возвышает пророк Елисей, иными словами, когда вы начинаете углубляться в Писании, когда вы начинаете больше молиться, когда вы начинаете жить жизнью, искание Бога, пребывание во Христе, пророк Елисей, образно говоря, начинает возвышать голос вашей жизни. Он начинает доминировать в вашей жизни и направлять ее. Вместо того, что раньше вы поступали по плоти, из злости, из убеждений своих, каких-то негативных, вы начинаете делствовать правильно. И это начинает злить сириан, потому что планы, которые они строят в вашей жизни, начинают рушиться. По этой причине приходят полчища сириан в вашу жизнь. И с этим надо не то, что смириться или успокоиться, к этому надо относиться философски. Проблемы, как Павел говорит, разного рода, но они будут приходить, потому что мы живем на земле. Мы живем в этом мире, где зло, беззаконие, оно процветает и князь господствует в воздухе. И зло накапливается, и этим пропитывается общество, поэтому это первое. Зло приходит. И зло окружает порой нас очень плотно, как этот город, который был окружен пророк. И очень часто в нашей жизни есть вот этот слуга. Это очень интересный персонаж. Когда зло приходит в нашу жизнь, у нас появляется этот слуга, и вы зададите, наверное, себе вопрос, о чем ты говоришь, какой слуга, и что это могло значить. Но мы любим прообразы. И я для себя в этом слуге, в этом персонаже вижу, знаете, прообраз. Прообраз наших порой нетвердых мыслей. Когда приходят трудные ситуации, у нас очень часто возникают даже не то, что мысли, я бы сказал, наши нейтральные привычки, нейтральный образ мысли. Это некое то, что есть рядом с нами всегда, потому что любой образ жизни, он нам служит. Любая привычка, она нам служит. Если привычка негативная, она служит нам в разрушение. Если привычка позитивная, она служит нам в созидание. Так вот, в этот момент этот слуга, он всегда склонен говорить, увы, господин мой, увы, господин мой, все пропало. Как только в вашу жизнь приходит, например, финансовое испытание, то ваша уверенность или ваша привычка, чтобы всегда был запас денег, что она скажет вам? Она скажет, увы, господин мой, надо искать, одолжать, надо срочно что-то делать. Он склоняет вас пытаться бороться с этим полчищем в ответ, или, скажем, вот явным, видимым образом, таким, как это полчище пришло. Мы позже об этом поговорим, буквально чуть-чуть. Я не хочу много времени сегодня занимать. Я обычно, я всегда не хочу много времени занимать, но я его занимаю. То есть, и что происходит? Но пророк Елисеи, то есть, мы касаемся вот этого первого пункта, что зло приходит. Поэтому, друзья, мы должны понимать, что такие ситуации будут приходить в нашей жизни. Чем спокойнее, чем проще мы будем на них реагировать, тем мы легче будем с ними справляться, потому что всегда этот слуга, наши привычки в жизни, наш образ мысли, он будет говорить, увы, господин мой, увы, все пропало, шеф, все пропало. Поэтому, второй аспект, второй принцип, второй, который мы можем вынести, это то, что я для себя назвал потенциал добра. Потенциал добра, это очень важный момент, друзья, смотрите, вот этот слуга прибежал, увы, господин мой, и наш образ мышления, ведущий нас к старой, может быть, природе какой-то плоской, он всегда будет толкать нас, отвечать злом на зло. Почему? Потому что мы очень хорошо осознаем потенциал зла, какой потенциал есть у зла. Иными словами, если вы качок, и вы идете по улице, и вам навстречу второй качок, ну, меньшего размера, чем вы, вы очень хорошо понимаете, что если вдруг что-то, он вас стукнет, но вы уверены в себе, у вас есть потенциал стукнуть в ответ крепче. Вы уверены в своем потенциале. И вот этот образ, привычка, мышление, я просто привел очень простой пример, я хочу, чтобы вы его распространили на разные сферы вашей жизни. Иными словами, если в вашу жизнь приходит вот этот финансовый качок, вот эта армия, которая пытается разрушить вашу какую-то там стабильность, внутреннее благосостояние, покой и мир, вы своей внутренней привычкой, имея, зная потенциал свой, можете сказать, у того одолжу там 500 рублей, у того 800, и так наскоблю, наскребу, то есть я могу ответить чем-то, у меня есть потенциал. Но здесь важный момент, друзья, что потенциал зла, он лимитирован. Я здесь говорю образно зло, кто-то скажет, ну что плохого, что я одолжил там денег, я сейчас не беру частности, если вы знаете, что вы можете стукнуть кому-то в ответ, потенциал зла, он лимитирован. И в чем это выражается? Очень интересный момент. Елисей со своим этим слугой, со своим образом мысли, своей привычкой, скажем так, который ему служил, вышел, и этот говорит, увы, господин, посмотри, армия вокруг нас. Важный момент, реакция пророка Елисея. Он говорит, господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. Увидел что? Что должен был увидеть слуга? И он увидел, что вокруг Елисея огненные колесницы, огненная армия, превосходящая силу и армию сириан. Я хочу сказать, что, наверное, это то, что понимал и видел Павел, когда он перечисляет скор, меч, гонение, теснота, голод. Он говорит, это все не может отлучить меня от любви Божьей во Христе Иисусе. Это все, что я перечислил, имеет огромный потенциал разрушать жизни людей, приводить в уныние, приводить в депрессию, приводить к разрушению, к деградации. Но это обладает лимитированным потенциалом. Если мы только осознаем и увидим, какой потенциал силы есть в любви Божьей во Христе Иисусе, которая способна менять наркоманов, поднимать с самого дна, которая способна исцелять неизлечимые болезни, которая способна восстанавливать разрушенные семьи, которая способна изменять образ мысли людей, которые были атеистами, коммунистами и так далее. Мы увидим, как этот Елисей, что армия зла окружена большим потенциалом армии добра. Я понимаю, что это звучит, может, как-то философски, потенциал добра, потенциал зла, но именно по этой причине мы читали в Римлянам, говорит, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Почему? Потому что в вашем месте ограничено. Вы можете придумать какой-то изощренный план, но вы посеете больше зло. Вы в ответ сделаете реакцию, которая будет, опять же, направлена против вас, но дайте место гневу Божьему. У него гораздо больше ресурсов, чтобы восстановить справедливость, чтобы вступиться за вас. И это третий момент, который я хочу, скажем, обозначить, что понимая потенциал добра, мы должны в своей жизни стать носителями этого потенциала. Я понимаю, что это звучит очень как-то сложно, и вот может быть у кого-то разум кипит возмущенный, и все надо как-то проще, но это очень простой принцип. Стать носителем – это не просто понимать. Это не просто осознать один раз, что добро имеет потенциал больше, чем зло. Злом я могу породить новое зло, но добром я могу изменить ситуацию гораздо глубже, гораздо сильнее. И кто-то скажет, ну, как бы, в чем прикол, в чем вопрос. Смотрите, я хочу здесь указать вам два персонажа из истории, которые мы прочитали, если вы, может, уже подзабыли. Первый – это был слуга, который говорит, увы, все, конец нам, да? А второй – это был царь. Вспомните первые слова царя, как и первые слова от слуги. Что сказал царь, когда Елисей привел полчища сириан в город, и когда они уже прозрели, царь израильский прибежал, и такой говорит, отец мой, не побить ли нам их? Спасибо, что ты их привел, мы сейчас быстренько их здесь разделаем, и мы в плюсик себе, в бонус запишем очередную победу. Мы отметим это, мы будем радоваться, народные гуляния, мы победим сириан. Спасибо, что ты так легко это для нас сделал. Почему такая реакция первого возникает? Потому что, в данном случае, человек, этот царь, как и слуга, они изначально в себе носители потенциала зла. И я понимаю, что это звучит сложно, потенциал зла, потенциал добра, но я приведу более простые примеры, друзья. Более простой пример. Когда в ответ на насилие, примененное к вам, когда в ответ на несправедливость, примененную к вам, чем вы готовы отвечать? Я понимаю и осознаю, ответственно осознаю, что и в моем сердце, как и простого человека, как и каждого из вас. Есть очень много вещей неправильных, где я готов реагировать на ситуации в моей жизни не так. Я готов реагировать, как этот царь или как этот слуга. Когда этот пророк Божий, когда Слово Божье создает или открывает в моей жизни ситуацию, что что-то становится для меня, знаете, я где-то попадаю в какую-то ситуацию или я где-то, может быть, знаете, такой вот, вот они, эти враги передо мной, я могу сейчас разобраться с ними. И очень часто эта реакция именно такая. Ударить в ответ, в ответ обругать, в ответ, может быть, что-то сделать негативное. Если солгали, в ответ, может быть, где-то солгать, обманули, там, это, деньги вовремя мне дали, в ответ уже где-то выкрутить, сказать, а сейчас нету, потом дам. То есть, реакция, как и царя, так и слуги, в ответ, посеет зло. Но Елисей здесь говорит, но, подожди, ты должен осознать, царь, что если сейчас ты посеешь зло, очень ключевая здесь фраза, что сириане не ходили более, ну, в перспективе они потом приходили, но долго они ходили потом на землю Израилеву. Почему? Потому что ситуация, в которой царь ответил добром на зло, в духовном мире очень глубоко, в далекой перспективе изменила все к лучшему. Мы сегодня не понимаем этих вещей, что значит сеять в свои будущие поколения, в своих детей, в наследие, в нацию. Мы думаем, ай, ладно, мы сейчас сеем зло в ответ, потому что это дает краткосрочную победу. Да, мы достали мечи убили этих сириан, но завтра эти сириане с новым полчищем придут и убьют нас, потом наши дети убьют снова сириан, и это замкнутый круг. Зло порождает зло. Поэтому апостол Павел говорит, побеждай зло добром. У добра есть сильнейший потенциал не просто побеждать сейчас, но действовать этим в далекой перспективе будущего. Когда ты посеешь добро сейчас, твои дети будут жать благословения. Когда ты сегодня откроешь свое сердце для своего врага сейчас, для того, кто тебя может быть предал один раз, но пришел просить прощения, а ты уже закрываешься и думаешь, но-но-но, я с тобой не хочу иметь дел. Ты посеиваешь и порождаешь у него ожесточение, которое разрушает его жизнь и разрушает твою. Но если ты доверишь и откроешь снова сердце свое, ты побеждаешь зло добром и в отдаленной перспективе создаешь благословение для него, для своих детей. Ты становишься тем Елисеем, который становится проводником мира. Поэтому, друзья, это очень важный аспект. Не просто понимать потенциал добра, но быть его носителем. Как Елисей в любой ситуации реагировать, понимая, что за мной стоит Иисус. В моей жизни Он является тем, кто взял ее под контроль. Даже если я умру, даже если я буду в тесных обстоятельствах, я не выйду из-под его контроля, только если я не сделаю этого добровольно. Если я стану носителем этого потенциала добра, то тогда моя жизнь будет благословением в отдаленной перспективе. Последний момент, и мы будем молиться с вами. Это очень важный момент, что побеждать зло добром мы можем только на своей территории. Это очень важный аспект духовной борьбы. Смотрите, во-первых, куда привел Елисей эту армию? Он привел в Самарию. Он не пошел, не отвел их куда-то там в поле или что-то еще. Кто-то скажет, это не важно, не имеет значения. Я хочу прочитать один стих из книги Судей, первая глава, 19 стих. Когда-то давно я уже его читал. Примерно в таком же ключе. Господь был Сеудой, он овладел горой, но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы. Вот этот аспект темы победы над злом важно понять, побеждать на своей территории. Это принцип. Кто-то скажет, он не важный, он не имеет значения, он не имеет практической реализации, но я хочу сегодня переубедить вас, он имеет огромное значение. И прежде всего то, что говорится в этом стихе, Господь был Сеудой. Вдумайтесь, Господь был Сеудой. И что произошло? И он овладел горой, но жителей долины не смог прогнать. Подождите, возникает противоречие. Если Господь был Сеудой, то он должен с легкостью овладеть горой, прогнать жителей долины и еще на морях кому-то накостылять. Но этого не произошло. Почему? И дальше Слово Божье говорит, потому что у них были железные колесницы. Колесницы не ездят по горам. Колесницы предназначены для равнины. И это очень сильный духовный прообраз. Потому что есть определенные места, где, скажем, сила и власть врага законна, и она имеет там свое влияние. Иными словами, если на горах железные колесницы бесполезны, и там Иуда побеждает, то в определенной долине железные колесницы являются непреодолимым фактором. И вы зададите мне вопрос, конечно же, а как это понимать в практическом смысле? Потому что теория красивая, а вот что означает территория? Территория это как бы сфера противостояния. Это как бы правила, по которым происходит противостояние. Простой пример. У вас есть злой начальник, злой пастор церкви, например. Я шучу. Пастор церкви никому не начальник, кроме бухгалтера, кстати. У вас есть злой начальник, и он всегда делает вам какие-то гадости. Он специально вас прессует, он специально вас унижает. Иными словами, есть вот эта территория его борьбы, на которой он эксперт. То есть он приходит и действует, унижая это какой-то кусок территории, подставляя вас, это какой-то кусок вот этой территории. То есть он там чувствует себя уверенно, у него там есть железные колесницы, потому что он может срезать вам зарплату, он может поставить вам неудобную смену, он может написать на вас докладную высшестоящему начальству. Это его железные колесницы. И теперь вопрос, как вам с ним бороться? И здесь момент. Если вы придете бороться на его территорию, то есть там, где он эксперт, вы проиграете. Если вы будете бороться поклепами на него, подставляя его, предавая где-то, злясь еще что-то, вы вышли бороться на его территории, в эту долину, как бы не был с вами Господь, но в долине его, с его железными колесницами вы не победите. Потому Писание говорит, зло невозможно победить злом, нельзя прийти на территорию зла и там побеждать зло, как бы это красиво не звучало. Поэтому то же самое или похожий пример, нас кто-то обманывает, например, и мы понимаем, что мы несем какой-то урон. И мы думаем, а если я чуть-чуть в ответ обману, чтобы человек от меня отстал? Это уже пример более простой, более такой маленький, но это то же самое, как с начальником. Вы по сути выходите бороться с ложью чьей-то против вас на территорию врага, на территорию лжи. Я уверен, что как раз сегодня враг человеческой души желает нас всех выманивать на свои территории борьбы, чтобы там поражать. И многие люди увлеклись этим. Спасая свой бизнес, они заходят в то, чтобы делать какие-то подлоги, подставы там, черные, серые, разные схемы, для того, чтобы как-то выжить, выкарабкаться, говорят, слава Богу, Бог благословил. А я не уверен, что в этом есть благословение Божье. Я понимаю, что может быть вы через лицемерие достигли какой-то позиции где-то в служении, на работе или что-то еще, и говорите, я достиг успеха, это благословение, но я не уверен, что это благословение. Это всего лишь позиция. Если вы вышли на эту позицию, борясь на территории врага его же методами, то, скорее всего, вы просто посеяли в свою жизнь еще большие проблемы, друзья. Я из этой же книги царств приведу пример, что опять царь сирийский Винодад собрал большое войско. Мы уже не будем это читать, но это очень показательная история, вы можете ее прочитать, это шестая глава продолжения, снова сириане пришли, окружили Самарию и настолько окружили, что я просто прочитаю один момент, чтобы вы понимали, насколько было все серьезно. Это в 24 стихе, когда он осадил, написано, был большой голод Самарии, когда осадили так, что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра и четвертая часть каба голубиного помета по 5 сиклей серебра. Сколько сегодня у нас стоит ослиная голова? Ну, у нас дорого, у нас, наверное, ее не купишь нигде. Насчет голубиного помета я не знаю, сколько на рынке сейчас стоит голубиный помет, кто последний раз покупал, я не знаю. мы-то еще ни разу не покупали, но надеюсь не придется, но вы понимаете, что до чего дошел голод в этой стране, что продавался голубиный помет, причем за очень большие деньги. Что говорит это для нас, друзья? Что ситуация была настолько серьезной, что выхода не было никакого. Весь выход, и заметьте, город был осажен, окружен. Для чего это было? У них был единственный выбор человеческий, умереть с голоду или, важный момент, выйти на территорию врага. И выйти на территорию врага, это была, конечно, красивая героическая идея, но это была смерть. В этом смысл символизма. Выйти на территорию врага и воевать его правилами, его принципами, его злом, это означает все равно проиграть. И вот здесь важный момент. Бог для нас устанавливает свою территорию. Во Христе Иисусе для нас существует своя территория. это отношение с Богом, это любовь, которую он дает в сердце, это быть новым творением, это, если хотите, территорию, которую установил Иисус. Вы скажете, подожди, но есть князь мира в воздухе господствующий, территория зла везде, грех, грязь, мир и так далее. Давайте представим, что приход Христа на землю, это некое создание небесного посольства на земле, посольства благословенного царства Божьего для всех народа. Немногие поняли эту шутку, потом подойдете и персонально объясню. Кто не понял, не хочу просто на камеру это говорить. Смотрите, и вот когда Христос устанавливает свое царство на земле, Он как будто говорит, у меня есть свои правила. Смотрите, сегодня в нашем городе есть посольство других стран. Если вы придете на их территорию, вы выходите вне правового поля нашего государства и попадаете как бы в правовое поле того государства. Иными словами, переходя с одной территории на другую физически в этом мире, вы становитесь в поле другого государства. То же самое происходит здесь. Я новое творение во Христе Иисусе. Бог устанавливает для меня свою территорию. И вы скажете, подожди, а при чем тут та ситуация с сирианами и так далее, и так далее, когда царь пришел к Елисею? Елисей говорит в седьмой главе, первым стихом, он говорит, выслушайте слово Господне. Посреди всего этого полчища сириан, очевидной однозначной смерти, когда на рынке ослиная голова и голубиный помет, среди всего этого звучит голос Божий и говорит, я устанавливаю свою территорию. Вам не надо идти воевать с сирианами, вам не надо умирать от голода, вам не надо придумывать что-то, я устанавливаю свою территорию. Завтра в это время мера лучшей муки будет по сиклю, две меры ячменя по сиклю ворот Самарии. Бог говорит, у меня есть свой план для вашего спасения, у меня есть свой выход из каждой вашей ситуации, злого соседа, злого начальника, предателей, обманщиков, те, кто обкрадывает вашу жизнь, те, кто пришел ее разрушать, клеветников, предателей, предателей уже говорил, но дважды предателей, у меня есть свой план для вашей жизни, я устанавливаю свою территорию, я устанавливаю свое слово. И Писание говорит, имя Господне, крепкая башня, праведник в нее убегает и что? И безопасен. Есть территория Божья в моей жизни, когда Бог установил и сказал, поступай по слову моему, и ты будешь безопасен. Укройся в моей праведности, и ты будешь безопасен. Итак, друзья, я уже перед нашей молитвой вот такой момент просто, что Бог устанавливает свою территорию, это обетование и слово Божье, и только на этой территории мы можем быть победителями. Территория Божья, это территория его обетований, его любви, его слова, принципов его, только в этом мы можем побеждать. Кто-то говорит, о, главное быть победителями, главное не просто быть победителем, но понимать, что я не могу победить врага злом, я не могу победить врага на его территории, я могу победить только в Боге. И еще раз вот просто для, может быть, освежить, что означает в практике вот эта территория врага. Я просто два эпизода священного писания очень практических, послание Крильону 10 глава с 3 стиха, не разумея праведности Божьей, усилились поставить собственную праведность, не покорились праведности Божьей, потому что, это конец закона Христос, праведности всякого верующего. Территорием врага в нашей жизни может быть наша самоправедность, наши добрые дела, наша плотская попытка угодить Богу. И вы скажете, вау, моя самоправедность, это же попытка быть хорошим, она может стать тоже территорией врага. Она может тоже стать попыткой, вот как здесь Библия говорит, не разумея праведности Божьей, то есть, не придя к праведности Иисуса Христа силились поставить свою, силились быть очень хорошими своими усилиями вне Христа и проиграли. И проиграли, потому что врагу удалось вытянуть тебя на твою гордыню и сказать, ты можешь, ты будешь лучшим в церкви, ты будешь самым там успешным, самым классным и так далее. И это тоже территория врага, и это тоже зло. Не всегда зло имеет какие-то формы такие, знаете, очень-очень страшные, потому что Писание говорит, что гордость, гордое сердце, надмение, превозношение и так далее, и так далее, это тоже грех. Поэтому, друзья, еще, например, Римлянам 8 глава говорит, живущие по плоти плотском помышляют, живущие по духу духовном, помышление плотские суть смерть, помышление духовное, жизнь и мир. То есть, когда мы понимаем, что наш образ мышления негативный, такой, знаете, может быть, неправильный, может тоже стать такой территорией, где действует для нас враг. Иными словами, об этом можно было еще много-много-много-много-много говорить, но резюме перед нашей молитвой, друзья, только любовь в Иисусе Христе обладает силой и потенциалом делать из нас победителей, давать нам возможность быть в победе. Только любовь в Иисусе Христе и этот потенциал настолько огромный, что ничто не отлучит нас. Есть только один важный принцип быть на правильном месте, в правильной территории, быть вот именно в рамках Его воли, в рамках Его Слова, убегать в Него, во Христа, прятаться, быть в Нем, не позволять ничему, кроме Божьей любви, захватить и завладеть моим сердцем. Тогда моя победа в Иисусе Христе, она гарантирована Богом. Давайте мы поднимемся для молитвы, друзья. Продолжение следует...